Делают роботов и горебов. Значит, за это... Два арфы иногда увлекаются созданием таких механических... Гномы. Два арфы. Два арфы, которые... Гномы, которые два арфы. Почему? Кинь, пожалуйста, рассказ магу про вот это существо. Ну, он пытается историю из-за твоих слов. Я ему рассказал, что я рассказывал. Кинь, типа, помощь. 18 на кубик. Сколько надо добавить? Два. Два к нему. Добавил. Значит, с его слов ты пытаешься все собрать, мозаичку, кучу. Я даже книжку читал. Ты где-то в библиотеке когда-то в детстве... Не, не когда-то в детстве. Когда-то недавно читал про каких-то существ. Видимо, еще Мойра добавлял какие-то рассказы о сознании истории своей. И вы на двоих, короче, понимаете, что... Вот эти чуваки называются механары. И созданием таких существ занимались нехорошие друиды когда-то. Ну, пытались создать... Друиди-виталисты. Нехорошие друиды, но хорошие инженеры. Хорошие друиды. Это... Ну, как бы... Пытались создать друиды новую форму жизни. То есть они нарушали все свои там друидские законы и пытались этим делать, Но об успешных опытах вот этой работы никто не знает. Никто не выжил. Ну, ты знаешь, что нехорошие люди пытались такое делать. Почему нехорошие? Да! Ну да! Друиды, когда начинали создавать вот этих существ, Идет вразрез их, скажем так, религии. И... Эти друиды потом теряли все свои свойства. Ну ладно. Но они плохие друиды. Но это же не делает их плохими людьми. Плохие друиды, хорошо. Нехорошие друиды, но хорошие люди, да. Деятели науки. Да. Наши герои. Я рассказываю это всем. Зашибись. Ну, то есть, даже мы, наверное, рассказываем это всем. Короче, я... Только с Мойерой ты мог как-то как-то... Ну да, короче. Все знают то, что мы узнали. Короче, они плохие. Знаешь, почему? Почему? Не потому что они делают крутые изобретения. Потому что если они поймают нас, они нас превратят в такую собаку. Это тебе гарантирует. Может не собаку. Ты с теми этими рыбами. Поэтому мы идем к ним. Идем к ним черпать деревья. Я обожаю рыбу. Редрость тебе получилась, чтобы он классный. А вот я боюсь, что на собачку ты... За собачку не потянул. Пару веток вставить. Ну, мне хотя бы, не знаю, руки. Руки твои должны быть здоровы. Итак. Руки бензопилы. Руки бензопилы, да. Что вы будете делать? После плотного завтрака, молебель и обсуждения странных механических существ. Ну, господа, я вообще не понимаю, зачем нам здесь задерживаться. Может, как бы... Дернивать сюда подарок. Так. Нас там ждут какой-то... Вес нам никто не дал. Но мы поняли, не попадаться в плен. Да. Да. Еще вы поняли, что вчера вас ждали... Ну, не дождались. Что вчера вас ждали люди в другом городе. И вы точно уже опаздываете? Да, в слов-то и дело. Почему точно? Не факт, что в этом мире время ничего так же, как... Мы сейчас как срежем, так сразу появимся где надо. И сразу найдем еще... Возможно, прошло 20 лет. Возможно, прошло 3 секунды. Возможно, вообще вернемся 20 лет назад. Вот так вот, лишь какая-то умная. Ага. Я мудрая. Лирики эти. Это интеллект, это мудрость. Это мудрость. Это мудрость. Жизнь не может. Да. Инженерка. Интеллект не помог в этом деле. Вас сам виздал. Так. Мак подошел. Это как? Вот. Вот. Понятно. Харизма тут. Вот так, как харизма. Вот так, как харизма. Вот так, как харизма. Так, 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 так. Ладно. Харизма 19, 18, 22. Мак подошел к дереву. Постучал по стволу. Достал сферу. Да. И спросил. На... Да, не можно. Как гребеный язык называется. Сильвань? Да. На Сильванье спросил. Сильвань, это чей? Ну, это вообще всякие природы и тому подобное. Отстой. Хорошо, и повторим на остальных девяти языках, на которых я знаю. Знаешь ли ты что-нибудь об этом? И если оно начнет шевелить ветвями так, как будто собирается меня струкнуть или схватить, я уворачиваюсь и биграцию. Персепшн. Если бы у меня был Мейдж Хэнт, она бы началась шевелить ветвями так, как будто бы не собирается его схватить. Ну, ладно. Хорошо. Вот у нас без башенки три. То есть два, пять. Нет, ничего не происходит. А без башенки Мак ничего не может? Не заметил вора. Подкрадывающего сзади. Тан-тан-тан. Со свечой, ну. Нет. Я уже давно... Вор еще спит. Вор еще спит. Отжимать от вора. Нет. Уже не спит. Он упал, да. Нет, он еще досыпает. В воздухе. Он же позже лег спать. Он пропросит акробатику. Он спит. В спальнике. Акробатика. Акробат. Он вор. Он не может быть застан врасплох вообще ничего. А он не застан врасплох. Он просто шлякнулся как-то. Тяжело. Мы его связали. Что как ниндзи маленьких тренировали. Детей в коляску клалили. И об стенку. И об стенку. И об стенку. Связывались. У нас растет классный ниндзя. Они ниндзи пытались сделать. Магнус воспитывает ниндзя. Да. Из всей партии. Хоть один воспитатель. Кто нибудь должен. Абразит ассасин. Они ниндзя. Короче дерево никак не реагирует вообще. Ничто никак не реагирует. Тот же ассасин. Устал у него. Где ты нашел эту сферку? Под дерево. Открывай. Покопай. Подкоп. Возможно с помощью этих сфер их там пленили как-то. Или они как-то воздействовали негативно. Хотя я бы нафрен их срубил всех. Я не знаю. Топор у кого-нибудь есть? Есть. О, большой топор. Не надо. Большой топор. Плюс торой. Не боюсь затупить вообще. Плюс торой затупить. Сферы кабели. Учитывая что механар встаёт вот это вот самое тороне как на него. Полагаю оно и положило под деревья их. Закопало. Возможно она в этих деревьях каким-то образом черпает силу и энергии. Ну да. А, так оно бегало заряжаться. Собаки. Ну и как обезвреживать таким образом? Дикая собака. Динго. Дикая собака Динго. Кстати да, под этим скорее всего тоже подобный херь есть. Может она как-то обезвреживает эти деревья там. Ну да. Или черпаться. Проблема в том, что мы не знаем кто здесь плохой, кто здесь хороший и за сколько это всё можно продать. А что это за что здесь есть кто-то хороший и кто-то плохой? Друиды это вообще не хорошие или плохие? Третий вопрос. За сколько мы можем продать хотя бы эти источники энергии? Плохие это те кто хотят убить. Батарейки если на этом мире существуют довольно дорого. Я тебе в прошлый раз говорил, что некоторые ценители классных штук могут купить за 200 золота. Сколько? Ты его потрясающе. Ну и ну ладно. Что так дешево? Возможно по аукционам если вы поедете. Он аккуратно кинул просто. Да, я просто потрясающе кинул. Хорошо, кем с ним? Ну и ладно, они красивые. Мак начинает ищет у себя где-нибудь из инструмента и начинает делать подкор под дерево. Вот так вот делает Мойро. Второй рукой тоже. Ну ты что бы сказал? Копает, копает, копает. У тебя сколько интеллекта? Слушай, а ведь исправляются мужики в твоей партии, а? Еще пару недель с тобой походим, они будут... На руках носить, да? Кому? Так. Мак копает, что делают остальные? Смотрим. Мак исследует перспективу. Ирония или угроза? Ты держи. Хорошо, что остальные будут сделать? Я развлекаюсь всякой магией. Ааа. Видимо твой новый костюм тебе придал силы и ты... Да, я воодушевился. Черепутик. И вот у меня такой дым появляется иногда. Короче, Мак занялся. Не Марк. Сорча. Дым. Давай его Сорча назвать. Дым такой. И Сорча в килте такой развлекается. А он сгинаниями. Ха-ха-ха. Опасен. А что будет? Хорошо, я на Дертон еще не буду делать. Я? Пока наблюдаю за реакцией дерева. Он сказал, я буду говорить кратко и говорил пять минут. Чтобы сказать десять слов. Это же древний. Древний говорит меньше. Слушай, смотри, у меня есть. Они читали. Они читали. Они читали. Это пять минут, это вообще ничто. Он вообще вообще ничего не сказал. Ты что? Он жгнул бы. Он считает, что они, знаешь, болтун. Ты копаешься. Ты копаешься. Не следуй перспективы. Кстати, да. Но вообще, твой интеллект все-таки. Мы только подсказывали, чтобы копать магию глубоко под землю. Несколько метров. Это была, скажем так, попытка. Ну, на всякий случай. Я бросил это дело. Трепортировать кусок земли. Что? С помощью лозоходца пытаюсь найти кабель. Ха-ха-ха. Класс. Давай какой-нибудь свайл. А на сколько сквозь землю видеть на Tech Magic? Или сквозь этот материал? Ну, сколько-нибудь приправь. Десять хватит. Десять хватит. Десять хватит. Ты, короче, взял две веточки. Вот упавшие. Там явно, чтобы поместился вор. Походишь, идешь к костру, веточки разворачиваются в обратную сторону. Идешь к дереву, оно показывает на дерево. Короче, входишь к дереву. Еще раз я нашел дерево. Некоторое время ты потратил и понял, что какой-то металл находится где-то внутри дерева. Ну, там, выкусяка. Погоди, можешь по-глазоход? Показывай. Нет. Ха-ха. Ты не ходил словами друг к дереву. Магия дольше. Ты видишь, как дерево поверил глаз. Не догадался. А ты кто не слышал, что ветки некоторых деревьев живут? Аура... На полтора футовки-то снимает. Ну, и что в падении на сколько? И там стеклянная света. А, на желе пало. Ну ладно, там, допустим, кабель, но... Короче, где... Нет, он заканчивается не факт. Ну, ты не можешь уровень определить. Ну, я понял. Короче, все равно доставить ничего никто не будет. Это троллинг от мастера. Ну, ты что, не понимаешь? И маги такие... Как он это сделал? Ты в этом принадлежит его мага. Страдание. Экзистенциальное. Все, хорошо, давайте, собрались и дернули на север. У тебя ачивка лоза ходит. А чем? Возможно, он у вас в сервайвале, если он вот с лозой? Да. Все честно. У кого-то детект Мэджик бесконечный, у кого-то он захочет. Ну, магия, то есть, когда Яна Дертен смотрит на дерево, оно помнит такой же дивайновской аурой, как и первое дерево, но какой-то другой аурой... Немножечко, да. Что-то тебе подсказывает, что вот та сфера, которую вы выкопали в первый раз, когда дерево не было, оно все-таки было глубже немножко и, возможно, просто не любивает твою магию. Ага. Ну, то ладно? В чем тут деревья? Давайте просто пойдемте. А мне не радует. Чего поры обращать деревья? А, кто не прощает? Мы разговаривали без проблем. Ну, без проблем. Забито, что без проблем. Она хотела там сказать, что помогите мне. Она просила о помощи. Она говорит, что нуждается в помощи. Нет. Только какой помощи не сказала. Она говорила. Она не сказала, про какую и все. И кому? Надо ей в караедов принести. Сила покидает нас. Нам нужна помощь. Зато нас переполняет. И дым усилил. Ого! Мне не нравится, что ты порабочаешься в водных эндах. Нет, в вода не заполняла. Не мало то, что дым у меня начинает в этом дым ещё мелькать там огонёчки такие. У меня вредно было. Короче, мы можем откачать дерево и спросить его, что нам за это будет. Либо пойти сразу на сферу. У тебя есть только сил? Что? У тебя есть только сил, чтобы откачать дерево? А он будет пиливать свою кровь. Я буду стучать по нему топором. Что у жалких смертных не хватает сил восстановить силы вот этого. Ладно, здесь есть и жалкие бессмертные. И надо некоторое время. Есть несколько дней. Может несколько минут. Нет, нет. Отменяется. Так. Спокойно, ребята. Он нам ничего не предположил. Поэтому варим. Так. Лерик справился. Третий круг. Сейчас мы свечи посоветуем. Куда собрали? Ты не советуй, ты говори, что делаешь только персонажи. Это отличный кадр. Сначала он. Потом мало времени разрушится. На, Света. Есть для того, чтобы решать это все? Света, Света. Нам понадобится кастер с третьим кругом. Пожалуйста, посмотрите, что будет. Итка, слова не русские. Что? На русском тебе? Просыпается... Вор. Вор. Который спал. Просыпается мафия. И вообще, мы, по-моему, тут застряли в лесу. Надо как-то идти... Чё, правда? Мы такие, ну да. Спасибо, Кэп. И еще над ним тоже начинают огоньки так мелькать. На север. Во-первых, не выпустят нас так просто чудо. Кто? А мы спрячемся в дымной сфере. Магия этого места. Это мне моя мудрость подсказывает. Слабая, типа, цвета. Жизненный опыт. И это тоже. Жизненный опыт тебе ничего не подсказывает. Он мне все говорит. Ну ты договори, что там делать, жизненный опыт. Искать возможность помочь. Мы поговорить с ним не можем. А других следов воздействие вредно на него, кроме как... Вы еще не поняли, что вы простые смертные и ничем не можете помочь им никому им. Нет, вы еще не поняли, что вы говно. Мы его можем умертвить. Я думаю, что ему поможет. Он не будет больше скрыть страдания. Я думаю, надо идти на север. И может быть мы встретим... Еще одного полагантого. Окей. Ты должен знать объекты. Ты должен... Да? Молосферка такая. Или мне кажется, или правда нехорошо. Ну... Нет, точно. А, нет. Он так голову повесил и все. Если мы найдем... Ну хорошо. Ты на сто процентов уверена, что эта штука поможет, Анту? А не питает его. Полагаю, кабели и всякие там... Посторонние предметы не входят в базовую комплектацию. Я тебе могу сказать, что в базовую комплектацию киберсобаки такая штука тоже может не входить. Но... Может входить. Может входить. Смотри, возможно это питание, правильно? Вы сами кричали, что это питание на собаке, правильно? Сердце. Но она является созданным персонажем. А... А Энт может быть точно таким же персонажем? В смысле... Боги, создавая Энта... Ты у Энта шестеренки видел? А вдруг у Энта внутри шестеренки, а сверху кора? Мы его не разбирали. Ты наверно слышал? Залезь в дупло, посмотри. Просто Бог природы, создавая Энта, вряд ли к нему кабель прокладывал. Кабель мог проложить. А зачем он нам кабель еще прокладывал? Может они связываются по кабелю друг другу другу? Интернет? Ну и... Аааа, Wi-Fi бесплатно! Ты представляешь, они сидят так бесконечно долго и не исключатся. С кем им еще общаться? С другими деревьями. А так они могут друг с другом общаться по кабелю. Ааа, это как стаканчики, стаканчики и между ними эта веревочка. Да, да, да. Можно попробовать как-нибудь... Можно как-нибудь попробовать определить, насколько инородной структурой для этого дерева является, например, даже для предыдущей ивы является этот кабель со сферой. О, воротные ноги. Еще раз. Истецко! Инородный! Ну, по-моему, похоже. Можно еще раз узнать. Насколько инородной структуры для данного дерева является кабель со сферой. Для тех, у кого мудрость меньше 27... Это было не сразу очевидно. Тебя-то сразу очевидно. Ну, например, вот стоит человек, у него механическая рука. Я? Механическая рука для него явно инородная структура. Хорошо. Смотри. Это инородная структура. Видимо, ты просишь вот эту вот сферу посмотреть, познать, сравнить с деревом. На, познай! Мак тебе передает эту сферу, ты начинаешь изучать, как думать, что-то опыт искать. И ты замечаешь, что сфера, когда ты ее крутишь, она, ну, раньше она просто, как думал, была и... Канал это закрыли. То есть, как бы ты ее ни крутила, она пытается одной стороной, ну, там, четыре веточки, одной стороной все время повернуться к деревню. Да. Собери их все. То есть, ты понимаешь, что что-то их все-таки связывает. Кабель, например. Кабель. Ну, сейчас не связывает. Сейчас не связывает. Не, я так это в заклинаниях не разберусь, кстати. Потому что на английском я... Чай. Ага. Но мы же, или мы будем выковыливать из-под древней сферы. Магический круг против зла. Бери даже не задумываясь. Сто пудовок. Какой? Злодея, если мы встретим, он будет злым. Мы будем прокуратиться? Моя парта. Половина из вас разбежит. О-о-о! Ворони, пусть и точно. Возможно, если вы встретите злодея, вы просто заметите им какого-то члена партии. Злобора все давно знают. vision of hell это как клерик зомби видения а почему нет может быть скоро меня интересует будешь ли ты пробовать как-то взаимодействовать с этой сферой ты знаешь твой knowledge арканы достаточно для ты в прошлый раз видала чтобы немножко позорачиваться ты сможешь активировать эту сферу то есть снять вот эти барьеры и этим активировать сферу а барьеры точно помнишь барьеры возможно там сучки заключены ну да а я забыл или кобельки или кобельки в блину ну что решили развинчивать эту сферу ну да смотри а там сообщил ответочки это должен делать ты ты маг в этой партии я знаю но я разумный у меня надо один дилект ты знаешь что нужно с яблой тебя развинчивать смотри а там торчат ветки и это явно ветки от этих четырех древних возможно таким образом они держатся в плену а или наоборот то есть ты хочешь освободить это дерево но я же не маг рядом с нами я наследник магов а нет нет погоди смотри он с нами разговаривал а ты уверен а рыбы нет Света что тебе что тебя навлекает то что эта штука держит их в плену вспомни что дерево предыдущие телепортировались да а то что он телепортировался значит что оно могло полностью действовать обладать полнотой действий может вы наоборот телепортировали те кто держит его в плену то что он делал последние те самые кто то не давать нет не получает сферу нет ну почему нет 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 я так конечно не против ну вот и все я не буду бороться за права мужика получить сферу нету филочки я попытаюсь не разбить я попытаюсь не разбить хотя бы не разбить да так и они попытаются не разбить мы как бы пытались попытались что-нибудь сделать а ну у нас пока был очень хорошо выходит висмар кидает дипломатию что вы можете висмар кидает дипломатию кто не хочет ему дать сферу может ну он пытается уговорить воздать кидает дипломатию в этот момент все записывают что вы можете против висмарка применять социальные навыки ой да ладно что ничего весело давайте против висмарка можно применять социальные навыки Нет, если просто кто-то больше, вы уговорите не давать им все. У меня 12, у меня меньше. 27. О, погоди, сколько у тебя? У тебя у меня даже асоциальные навыки. А, может быть, слумия, слумия. 27, у меня побольше. 17 плюс 2, 19. Дай смеси, говорю, не это здесь. Окей, фейерболт. Это будет красавица. У тебя нет фейерболта. У меня есть фейерболт. Но у меня есть покруче. Нет. Вы убедили Висмака, что все все остается. Я не знаю, что все остается. Я не знаю, что все остается. Я, конечно, понимаю, что это... Спасибо, я взял печенёшку у тебя. И начинал её точить. Каждый раз, когда я смотрю, что ты будешь просить, можешь себе ставить ему давать печенюшку. Илиной... Это пайков нежил. Серова нет. Это полезно. Дынки исчезают. Я сел углеводом, понял. Печененька исчезает в дынке серого. Мы должны быть, чтобы забыли. Господа, ты, какой у нас план? Мы только слышны. Неизвестно, где с нами дерево, которое... Ну, первое, мы можем визвести сферу. Хоть здоров. Светом мы можем справиться, что я вам сказал. Конечно, все когда-нибудь им урок. В конце концов. Да, ну-ка, мы подальше отойдём. Мы живём. Да, и все когда-нибудь ся живут. Это супермагическая сфера. Ты не найдёшь, не отойдёшь настолько далеко. За ближайшие... Не воскресну. Короче, давай активируем. Ну, тогда вам придётся подождать. Пока ты отойдёшь на безопоследствия. Ну, в общем... Поскольку партия решила, поскольку наш инстинкт самозахоронения отказал... Я, кстати, спрятался в своём дымо. Я не лит, да? Да. Участие партии в Бадон, потому что запас спирта уменьшился на несколько литров. Маг начинает колдовать нам сферы и пытаться снять... Барьеры. Барьеры. Да, барьеры. Снять и печать третьего уровня. И закрепляемый уровень, да? А сфера выходит по свечу. У тебя заняло это некоторое время, чтобы понять, как действует этот предмет. Ты 15 минут закруяешь, полчаса крутишь, емчешь, взглянаешь. Тебе что-то из дымки, подсказки, висмарка там влезет. Ты понял, как я её активирую, ты можешь её теперь активировать просто там... Восставшие зады смотрел? По-моему, да. Активируй. Да ладно, господи. Ты можешь снять барьеры, ну, держа в руках, ты можешь снять барьеры. Направить в неё небольшое количество... А мы можем отнимать другую путь? Слушай, я могу держать. Не, ну... Я смотрю, кандидат, который предлагал мне, а не кандидат. Ладно, хорошо, надеюсь, я налезу на то, что мы говорим, что все, а не я один. Ты можешь рассказать, как это делать? 56... А нет, вечеринка. В конце концов. Патти тайм. Да, открываем барьеры. Да, снимаю себя в культуру и выходят дроходы. Субъедини. В дерево. С доплаты, маленький, маленький дроход. Ну, эпический... В этот момент ты почувствовал некую защищённость и облегчение. А совсем? Сейчас. Расслабься продолжай. Нет, ты расслабился или почувствуешь защищённость и облегчение? Ты расслабился и почувствовал облегчение. Так, ладно, я стою спиной в дерево. Убираясь спиной в дерево. Я так понимаю, ты используешь... Что ты хочешь, чтобы... Помог вот этому дереву? Энергию хотели перекачивать? Технически я хочу его открыть. Тут нигде нет мануалов. Хочу получить мануал. Когда открываются барьеры, все замечают... Они резко исчезают. Из вот этих четырёх отверстий... Веточки вылетают в разные стороны. Веточки резко увеличиваются в размерах. Кидай! Около двух метров становятся. Ого! Буквально в несколько секунд они растают. Они висят в воздухе. То есть окружают тебя в разные стороны. Ну, соответственно, одна веточка ивы, одна веточка ели. Четыре? Да. И тепло, и ёлки. Ветвь дуба пытается переплетаться с ветвями дуба и растёт гораздо больше. То есть она увеличивается, увеличивается и уходит куда-то туда. Как лоза так. Дерьмно. Надо было потом завязать. Аааа! Ничего не с этим делал. Ты её можешь деактивировать. Ну, то есть обратно. Чтобы барьеры закрыли. Серьёзно? Окей. Выключаю. Ветви с такой же скоростью уменьшаются, залазят обратно, барьеры... Отлично! Ты понимаешь, где мы можем это использовать? Да где угодно. Ну, Ветвь просто. И ничего. Ничего. Он просто активировал, но он ничего не хотел сделать. А мог бы вылечить дуб? Ну, он... Погоди, я экспериментирую. Да. Я твоя дуба расшизофрения. Аааа! Так, кстати, кстати! Мои пятьдесят часа идти! Зови меня, белочка! Да-да-да! Давно у меня не было шизофрения. Макс, тебе так при... Что я снять на себя тогда? Там дерево не реагирует никак вообще, а? Ну, пока никак. Ты ж ничего не хотел сделать. Активировал, взял активировал, всё. Полечить дуб! Смерть! У тебя очень больны на человека сейчас. Но, моя шизофрения говорит мне полечить дуб. Лечить дуб, да. Лечить дуб. То есть ты активируешь дерево. Погоди, а он разве болен? Да. Ладно, не болен, он без сознания. Ты тоже не был на той партии. Он был на этой партии, но не слышал половину почему. Что? А? Что? Я помню, что у него были насечки от этих. от топоров. Ну блин, с кем не было. Да, когда он вырубился, я сказал, он без сознания. Ну что? Ну всё. Ну он не был. Устал. Так это же не лечение. Он просто устал. Он просто устал. Ну отдохни дуб. В общем помоги дубу. Какая разница? Давай заливай в него энергию. Да. Голос. Неизвестный голос говорит мне лечить дерево. Известный. Ты с ним уже общался. Целую партию. Хорошо. Известный голос. Он даже захватывал моё тело. Да. И между прочим на двадцатку акробатику кидал. Да. Отличная шизофрения. Удачливая шизофрения. Зачем не лечить? Хорошая шизофрения. Окей. Я снова активирую сферу и сосредоточиваюсь на мысли, что давай ему это дерево хреново, нужно ему помочь. Происходит то же самое. Вот эта вот ветвь, которая дубовая, она лезет в ветви дуба, увеличивается, увеличивается, проходит некоторое время. Ты видишь, что энергия как-то, ну вот энергия сферы соединяется с энергией дуба, проходит около... Походу это вирус. Или что-то в этом роде. Человечество. 7 минут. Оно присоединяется. Около 7 минут. И начинает стера трескается. То есть, ну она стеклянная оболочка, и она трескается. Я так и знал, я так и знал, ты взломаешь ее. Не занимай до конца. Золон. Что ты делаешь дальше? Ну она просто трещина появилась. Плачем. Раскукошься. Да, да, да. Закачивай меня за лады. Ну да. Мага делаешь. Черт! Моя лампа! И продолжает теперь чем смотреть на трескающие сиши. Хорошо. Спустя еще несколько минут сфера полностью рассыпается. В это время, вот эта ветвь, которая началась, она полностью уходит в дуб, то есть сгусток энергии, который был фиолетовый. Он уходит вместе с концом ветки и древень оживает. Ты такой, я получил силу, которая не снилась. Сейчас я разрушу этот мир.